АНОХИНГОС АНОХИНГОС Я две вещи замечаю. Указки не хватает, потому что такой экран не способен лазерному указку. И доски не хватает. Если была доска, я бы, например, свою лекцию по-другому построил. Жалко, что доски исчезают из современных залов. Когда меня Александр Михайлович и Игорь Анатольевич приглашали, я сказал, что я нейрофизиолог и не специалист в области искусственного интеллекта. Но поскольку все равно попросили выступить, то я вижу свою функцию в двух вещах. в наблюдениях со стороны. Первое, постараться показать вам, настроить вас на то, что искусственный интеллект будет развиваться не путем совершенствования имеющегося, не эволюционно, а путем скачков, революций и прорывов. И это для вас, молодых присутствующих в зале, мне кажется, должно быть критическим моментом в том, как вы думаете, планируете и собираетесь работать. Давайте я в качестве иллюстрации приведу вот это. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Маккалок, нейрофизиолог по образованию работал Вот в момент, когда была эта фотография В Еле, в лаборатории нейрофизиологии Потом перешел в Чикаго И возглавлял департамент психиатрии И некоторое время был директором Института по нейропсихиатрии То есть специалист, занимавшийся мозгом И тем не менее Вот мы имеем то, что имеем А это кто? Кто знает? Крыса загораживает немножко Ну а вот таким образом Что здесь изображено? Нет, уже не нанорона Тут нет синаптических весов Это однослойный перцептрон Это Фрэнк Розенблат Работает Он психолог С крысами Его надежда была Занимаясь перцептроном И такого рода Искусственными нейронными сетями Понять фундаментальные законы Организации Общие для всех систем обработки информации Включая как машину Так и человеческий разум И он читал своим студентам Потрясающий курс Теория механизмов мозга Где были И данные по памяти И что происходит у эпилептических пациентов И данные по переносу памяти У планарий И данные электрофизиологические От нейронов И их специализации в коррекционном мозге И он это обобщил В книге, которая переведена на русский язык Я очень советую ее почитать Она чрезвычайно оригинальная Принципы нейродинамики Так, но это ближе к нам Поднимите руки, кто знает Ну хорошо, а так Это крестный отец Глубокого обучения Джеффри Хинтон Кембридж Получил степень по психологии Пошел заниматься Искусственным интеллектом Для того, чтобы понять Как работает естественно Как работает мозг Ну Поднимите руки Ну вас же отбирали На эту школу Ну как так Ну хорошо Это модель чего Глубокое обучение С подкреплением Дипмайнд Демис Хасабис Пхд Инкогнитив Ньюросайенс Механизмы памяти В Университете Колледж Лондон И роль гиппокампа Ну а это Ты знаете Ну поднимите руки Или вы стесняетесь Просто Стесняетесь Потому что очевидно Да ведь Илья Суцкивер Упен Иай Упен Иай Джи Пити Откуда Он пришел И что за ним стоит Кстати Откуда он пришел Понятно Он родился В Нижнем Новгороде В семье физика Вопустника Физфака Нижегородского университета Послушаем Сейчас будут Два фрагмента Из его выступления Месяц назад Которое в интернете Появилось Позавчера Артифициал Отсюда мой тезис Что Это было про мозг И поколение Тех кто создавал То что я показывал Думал они про то Как создать мозг Внутри компьютера Искусственный мозг И дальше Будет про мозг И будет питаться Идеями О том Как работает Биологический мозг И наш с вами мозг У Ильи Была другая Еще Мотивация Которая связана С тем К чему я вернусь В конце Самой лекции Давайте послушаем Здравствуйте Д provincia Интересный Дindам Интелинс Рафиологически Именно If В² ЗАСТАЛИГЧЕС Интелинс Интефициал Интелинс Иде ‑‑ Антифициал Рафиологически И Gary Джун Я С Мо С Это В ФРА С Мо Когда я был ребенком, около 5 или 6, я был очень структ по моему восприятию, по факту, что я и я, и я испытываю вещи. Когда я смотрю вещи, я вижу их. Но это ощущение, когда я имею в виду, что я имею в виду, что я имею в виду, что я имею в виду. Но это ощущение, что я имею в виду, что я имею в виду, это очень странно, очень странно. И поэтому, когда я учусь, я подумал, что если бы я создавал компьютер, что это интеллигент, то можно узнать что-то о себе, о своем сознании. Это была моя первая мотивация. Вторая мотивация была, что я не знаю, как интеллигент работает. И я был старый, старый, в последние 90-е годы. Сенс, который я получил, что в сайте не знает, как интеллигент работает. Ну, вот такие дела. У меня лекция будет состоять из двух частей. У меня 75 слайдов, поэтому по первой части я буду делиться быстро. Кстати, знаете, кто это на фотографии? Ну, слава богу, Фейман. А слова сверху? Это его знаменитый доклад перед американским физическим обществом в 2009 году. Там внизу еще полно места. Начало или, так сказать, ну, толчок к развитию нанотехнологий. Вот первая часть у меня будет о том... Были замечательные доклады вчера про нейроморфные системы. Я с огромным интересом слушал. То, как применяются идеи из нейробиологии для создания процессоров, работающих отчасти по этим принципам. Я в первой части, которая простая, попытаюсь пройтись по вещам, которые знает нейробиология о том, как работают реальные биологические нервные сети, которые либо вообще не применены в искусственных народных сетях и в искусственном интеллекте, либо в очень слабой степени. Это будет легко, я буду по этому проскакивать. Моя цель, чтобы у вас сложилась некая аура ощущений, и, может быть, вы за какие-то вещи зацепитесь, которые подтолкнут вас на новые идеи. Вот здесь показана карта развития контактов между нейронаукой и искусственным интеллектом. И здесь вы видите Маккалака, Розенблата, Минского, из тех, кого я показывал, Хинтона, Соцквера. Это то, на чем построена современная система искусственного интеллекта. А это то, что я вынес чуть-чуть только, многое другое. То, что известно на самом деле. Давайте посмотрим на это. Поскольку быстро, сами читайте, искусственный нейрон построен на идее, что основной функциональный элемент нервной системы это нейрон, который суммирует энное количество сигналов, интегрирует их, выдает их по аксону, другим элементам сети, направление идет отсюда сюда, сигналы электрические. Что на самом деле? Первое. Давно известно, что сигналы, которые передаются в биологической нервной системе, они химические по своей природе. можно сказать, что для инженерных целей неважно. Важно понять алгоритмы и принципы, а то, каким образом это имплементировано конкретно в биологических мозгах, не имеет значения. Но имеет значение. Вот здесь Нобелевские премии за открытие этих принципов. Ни один из них не был воплощен пока в искусственных народных сетях. Это то, как развивались разные нервные системы до человека. Они все работают по таким принципам, что есть какие-то клетки, которые исходно были секреторными клетками, химическими. Вот это вот некое существо, имеющее эти клетки. И клетки одного типа выделяли молекулу, которая диффундировала на другие и передавала сигнал, как химическая молекула, для того, чтобы вся эта система отреагировала на внешний сигнал каким-то образом. Но из-за того, что сигналов много и специализированных клеток много, в реальности они секретируют разные молекулы. И поэтому идет кодирование информации, если хотите, типом канала, разными молекулами. Это другая вещь совершенно. Это не просто химия или электричество. Даже то, что существуют два основных типа медиаторов, химических молекул, передающих сигнал, в простом случае возбуждающих и тормозных, дает при их сочетании в локальных сетях огромное разнообразие вариантов локальной переработки информации, сетей и алгоритмов, которые используют вытормаживание, локальное вытормаживание, возбуждение и их игру. Но в действительности этих сигналов десятки и сотни. Вот здесь показаны только некоторые циркулирующие сигналы, выделяющиеся нервными клетками, у простых нервных систем. простых – это значит беспозвоночные. Посмотрите, сколько их и как они переплетены. Какое основное заключение? Что это позволяет кодировать качество информации, если хотите, цветом канала. можно это имплементировать в искусственных системах? Видимо, это будет когда-то сделано. Другая принципиальная вещь – объемная передача. очень большое количество клеток выделяет сигнал не локально, а в окружающую среду. Это означает, что контакт происходит не между двумя клетками, а между одной клеткой и целым облаком клеток получателей. Иногда это облако могут быть миллионы клеток. Это другой принцип, это модуляция, а не просто передача дискретных сигналов. У нас с вами так работают такие системы, как допамин, норадреналин, серотонин. Например, дофаминовых нейронов вот здесь в ядрах вентральной покрышке, например, всего несколько тысяч. Но каждый из них может иметь до пяти миллионов проекций в эти области, и каждая из проекций выделяет вещество диффузно. Стоит одной клетке такой возбудиться, это будет глобальный сигнал для целого мозга, кодируемый химически. Нередко одна молекула может распространяясь клеткой командным нейроновым в разные места отдаваемые, кодировать целое сложное поведение, например, половое поведение, пищевое поведение. Нероны интегрируют сигналы не только на своей поверхности, но и внутри клетки, в своем ядре, например. и это имеет огромное количество путей, задействованных в этом, которые сохраняют химическую специфику сигнала. Если каждая клетка может получать десятки разных сигналов, и они значат разную информацию, не просто возбуждение, то это продолжается и внутрь, за счет специфических химических каналов. почему это важно? Потому что эта информация поступает таким образом, как канал, идущий в память. Иначе говоря, у биологических клеток есть два способа кодирования. Один – кодирование путем интеграции многих сигналов и передачи дальше в сети, а второй – кодирование путем синтеза многих сигналов и передачи себе в память. Нейроны способны распространять потенциал действия не только от тела по аксону, как искусственные нейроны, но и по дендритам. Более того, существует обратное распространение импульса из тела нейрона назад к дендритам, который регулирует то, как дендриты будут принимать следующую информацию, как синапсы. Если вы посмотрите на данные электронных микрофотографий мозги, то вы увидите еще одну необычную вещь. Вот смотрите, это парисинаптический нейрон, то есть тот, который отдает сигнал, у него пузырьки, он выделяет химическое вещество, а это так называемая постсинаптическая плотность, это много белков, которые содержат рецепторы, которые принимают сигнал. Значит, этот нейрон передает этому, но посмотрите, эти два нейрона контактируют, и вот даже на этом маленьком участке сигналы идут в обе стороны. один сигнал идет от пресинаптического постсинаптическому так, но от постсинаптического он идет, видно по этой фотографии назад, к этому, то есть этот становится пресинаптическим, этот постсинаптическим. Они обмениваются информацией не в одном направлении, даже в таких маленьких локальных участках. Но кроме того, существует и масса нейронов, вот посмотрите на отростки здесь аксона, это пиробитная клетка, это аксон, и части из его отростков возвращаются назад на сам нейрон, который посылал сигнал. Это называется возвратные коллатерали, это значит, нейрон дает копию того сигнала, который он посылает в сеть, себе, для чего одно из предположений он держит в рабочей памяти до результата действия. Еще одна вещь, что кроме что такие локальные рекуррентные сети обеспечивают байсовский мозг, предиктивный мозг, который настраивает нервную сеть на то, что должно быть на следующем такте, на ожидание. И количество таких настраивающих влияний в биологической нервной сети гораздо больше, чем те, которые идут как в искусственной нейронной сети от входа к выходу. Если взять, например, зрительную кору туда, куда приходит зрительная информация, это как бы начальные слои глубокой сети, то в реальной биологической сети, в зрительной коре, только 10% входов информации идет из внешней среды, а 90% это сигналы, которые приходят от остального мозга, настраивая на то, что нужно ожидать. Еще некоторые необычные вещи. в ходе развития мозга формируется гораздо больше связей и нейронов, чем есть у нас с вами в данный момент. Значительная часть из них гибнет в процессе развития, подвергаясь отбору и синапсы, и связи. В некоторых из наших с вами областей мозга умирает, когда мы развиваемся. до 70% клеток, которые там образуются и связи. Это то, как выглядит кора головного мозга у новорожденного младенца. так в два года, а так уже в шесть лет, а к двадцати или дальше еще меньше. В два года нейронов у нас с вами гораздо больше. Это дает возможность этой сети за счет механизмов отбора связей и нейронов подстраиваться под внешнюю среду, имея как бы универсальный прогноз, который дает эволюция, и сопоставляя это с тем языком, английским, японским, русским, которые мы конкретно осваиваем, с той внешней средой, и так далее. еще одна важная вещь. Во взрослом мозге нейроны не только умирают. Исследования, которые начались достаточно давно, но наиболее ярко в конце 90-х годов и 2000-х годов, показывают, что у огромного числа видов во взрослом мозге рождаются новые нейроны, устраивающиеся в нейронные сети и включающиеся в обучение. Да, у млекопитающих это не так много, но туда входят, например, области гиппокампа, зубчатая фасция, которая отвечает за нашу память. Зачем это нужно? Например, канарейки выучивают свою песню каждую весну сезон размножения. И для этого в структурах их мозга весной перед этим рождаются новые нейроны, которые включаются в данную функциональную систему, ту песню, которую они выучили. Когда это перестает быть нужным, летом и к осенью, они умирают до следующей весны, когда опять рождается много нейронов, позволяя научиться ей этой задачи. гиппокампа 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 и утрам одно из основных свойств нас с вами нервной системы, то в нашем с вами мозге, биологических нервных системах, она чрезвычайно разнообразна. И каждая из них несет свою функцию. Некоторые из них требуют сознательного извлечения, связанного с сознанием. Некоторые происходят неосознанно, и многие вещи мы учимся и помним их неосознанным образом. Но в целом естественная память имеет ряд уникальных свойств, которые пытаются, например, DeepMind с Хасабисом, который специально пошел изучать гиппокампы памяти у человека, перенести на систему искусственного интеллекта. Но это пока только слабые попытки. Биологическая память не репрезентативна, она не является точным отражением событий внешнего мира. Она реконструктивна. Ее воспроизведение – это всегда активный процесс генерации предположения о том, что это было. Восстановление среда. Каждое ее следующее такое воспроизведение отличается от предыдущего, вовлекая в нейронной сети перекрывающуюся, но отличающуюся популяцию нейронов и синапсов. Каждая такая реконструкция при воспроизведении проходит оценку идентичности, что это то же самое воспоминание на весах других связанных с ней систем. То есть должно рекатегоризоваться, что я вспомнил то же самое, хотя у меня 30% нейронов только те, которые были в прошлый раз. И след за этим происходит еще феноменальная вещь. Происходит реконсолидация. Я запоминаю новую вещь, которую я сконструировал сейчас как след моей памяти, как то, что это было. При этом часто происходит подавление предыдущего следа за счет этого. Но на самом деле эти следы многократно накапливаются. Это бутерброд из многих следов. Помнится, как правило, верхние. Такая память вырождена. То есть одно и то же событие хранится в виде множественных неидентичных копий. Она обладает, в отличие от искусственных нейронных сетей, огромной автоассоциативностью. То есть разные копии с одной и той же следа памяти имеют связи с огромным количеством разнообразных других систем. И за счет вырожденности в эти копии целая система может быть извлечена из памяти по возбуждению очень маленькой части этих элементов. И мы знаем, что она может еще сама себя восстанавливать при разных повреждениях. Но частью из этих вещей, связанных с памятью, именно как ценной особенности биологических нейронных сетей, мы занимаемся лабораторией нейронного интеллекта, которая, в общем, одна из трех лабораторий в МГУ по разным направлениям. Вот это здесь нейронный искусственный интеллект, развитие перспективным искусственного интеллекта. Но я хочу перейти теперь ко второй части, которая будет трудной. Вот здесь вам нужно думать, не просто смотреть, слушать, а думать. И, скорее всего, на 99% вы все равно не поймете. Но, может быть, вы запомните и будете думать дальше, потому что это очень сложные вещи. Их никто или почти никто сегодня не понимает. Но они определяют то, что происходит сегодня в искусственном интеллекте. Эмердженция. Петр Олегович вчера замечательный доклад, лекцию прочитал на эту тему. Я под большим впечатлением добавил эту вторую часть в свою лекцию. Что такое эмердженция? Есть две формы. На Западе ее знают как британский эмерджентизм, положенный в основу британской философии эмерджентистов в середине прошлого века Джон Стюардом Миллем. Но на Западе мало кто знает другую вещь, что в эти же годы Фридрих Энгельс писал свою диалектику природы. И у нас в России в 20-е годы прошлого века это имело огромный эффект на развитие науки и философии. Это тоже самое, диалектический материализм. Какие основные идеи? Что существует иерархия уровней организационной сложности материальных элементов, которые включают в себя восходящие порядки. Строго физические, химические, биологические, психологические. Мы можем добавить социальные, наверное, еще. Для каждого уровня существуют определенные виды материальных субстанций. И виды каждого уровня целиком состоят из разновидностей более низких уровней. Вот эта схема показывает здесь. Одна из картинок из Института Санта-ФФ, сложных систем. В конечном итоге из разновидностей элементарных материальных частиц. Более того, существуют определенные свойства, которые специфичны для систем данного уровня. Это особые свойства материи. Вот вкратце суть диалектического материализма. Хотя в диалектическом материализме есть еще другой очень важный момент, который не знают эмерджентисты на Западе. И он, мне кажется, принципиально, вот мы с Пётром Олеговичем, может быть, об этом поговорим, что новые уровни не появляются путем наслойки над предыдущими. Новые уровни всегда возникают эволюционно как перестройка свойств всех подлежащих уровней. Это значит, что в системе нового уровня элементы будут уже другими. В биологической системе химические элементы будут иметь другую химию. В когнитивной системе физиологические элементы будут иметь другую биологию. Но главным в эмерджентизме является взгляд на причинно-следственную структуру реальности, потому что он утверждает, что типы сущностей для каждой специальной науки могут полностью состоять из организации материальных элементов более низкого уровня, которые наделяют рассматриваемый более высокий уровень фундаментально новыми, то есть нередуцируемыми, причинными способностями, другой силой, каузальностью другой. И законы, которые приписывают такие способности, рассматриваемые таким типом структур, называются эмерджентными. Эти законы вытекают, эмердж, из, во-первых, законов, управляющих более низкими уровнями, ну, посмотрите на эти стрелочки, а также соотношение элементов в этих системах. И поэтому ни в коем смысле они невыводимы, derived, из более нижнего уровня. К чему я это все говорю на школе про искусственный интеллект? Из-за того, что разговоры про эмердженцию в системах искусственного интеллекта последние полтора года стали одним из наиболее противоечивых и горячих моментов в обсуждении системы искусственного интеллекта. Вот статья, которая в значительной степени породила такой хайп. «Эмерджентные свойства в больших языковых моделях». Что показали авторы? Что ключевое слово «unpredictable» – непредсказуемый феномен, который они назвали эмерджентными свойствами, используя знаменитое определение физика Нобелевского лауреата Филиппа Андерсона в его ключевой статье «Сайенс больше – это другое». Эмердженция – это когда количественные изменения в системе приводят к качественным изменениям в поведении системы. Что это значит? Что по мере роста системы, вот 22 миллиарда параметров, система начинает приобретать некоторые способности, на которые ее не тренировали. Но чем больше система, тем больше этих способностей, на которые она не училась, а ими обладает. Например, понимание других языков. Энное количество работ показывает, что большие языковые модели, которые учатся на одном языке, начинают понимать другие языки. Но не только это. Арифметика, некоторые общие знания, семантические знания, переводы, распознавание паттернов. Авторы этой статьи, один из авторов, сделал каталог из 137 эмерджентных свойств, замеченных в таких больших языковых моделях. Почему я это здесь рассказал? Вернемся к машинному обучению и соцкиверу. Это пост, который он сделал в 22-м году, еще до того, как вышла эта статья. Машинное обучение – это физика эмердженции. Что за этим стояло? Откуда взялась эта история? Почему у авторов возникли эти идеи? Это в значительной степени было результатом неожиданных находок в группы соцкивера в OpenAI. И в этом смысле важны слова Уиллера, что в любой области найдите самую странную вещь в релизе к их статье 2017 года. Мы были очень удивлены, что наша модель выучила интерпретируемое свойство, все скажем какое, и что просто предсказывая следующий знак в 82 миллиона обзоров, взятых из Амазона, о разных фильмах, художественных произведениях и так далее, привело к открытию концепции, понятия, категории у этой системы, категории отношения или эмоции отношения. Мы думаем, что это в 2017 году мы написали, что этот феномен не специфичен конкретно для этой модели, а является общим свойством больших нейронных сетей, которые тренируются на одно, например, предсказание следующего шага в пространстве их входов. А получают другое. Что это было? Авторы нашли нейрон, который они назвали sentiment neuron, нейрон отношения, который начинал активироваться, это функция активации, распознавая негативные и позитивные фразы и слова. И чем более темный цвет, тем более сильная активация этой функции была у этого нейрона в рецензиях на разные книги, фильмы, театральные представления и так далее. Это их настолько поразило, что они решили создать микроскопы, следующее, что происходит внутри нейронных сетей. Они так его назвали, OpenAI-микроскоп, который позволил им выявить, что в глубинных слоях нейронных сетей существует масса, то, что они назвали, мультимодальных нейронов. Это вот статья их коллектива уже 21-го года, которые узнают, например, хотя не учили их на это, категории, концепции, Халибери, неважно каким образом это происходило, или Спайдермен. Это то, как это происходит в мозге у человека, у нас с вами, есть такие категориальные нейроны, которые помнят Халибери, если она даже в маске женщины-коски, но человек знает, он смотрел этот фильм, что это была актриса Халибери, он будет этот нейрон активировать на шарф или просто на написанные слова. То же самое показывает нейрон 244 из трансформера клипа, который использовался в этой работе. Человек-паук в самых разных признаках распознается как Человек-паук. Не учили на это. И так далее. Есть метод, который позволяет узнать, что видит нейрон. Это называется максимизация ответа. Ему предъявляют самые разные изображения и смотрят, на какие паттерны картинки он больше всего активируется. И это значит его специализацию. Из этих картинок эта искусственная генеративная нейронная сеть строит некий синтез, который является максимальным для этого нейрона. И вот некоторые нейроны с их максимальной функцией, то есть что они знают и видят. Дональд Трамп, Эльвес Пресли, Леди Гага, Арианда Гранде, цвета, эмоции. Ни на что это сеть не учили. Нам, нейрофизиологам, это давно известно. Я сказал, что и они взяли это из нейробиологии, что наш мозг работает по пути таких умных, когнитивно специализированных нейронов, которые расположены в глубоких слоях нашей нейронной сети. Вот, например, наборы стимулов, которые используются в нейрофизиологических экспериментах, когда обезьянам показывают сотни различных картинок, фотографий и смотрят, как работает та или иная клетка. И можно выявить, например, вот это нейрон, который активируется на изображение орла, а это на профиль женщины, а это на ребенка, а это на кошку. Было много... Почему вы не поймете, что здесь происходит? Потому что было много слов, сказанной, копий сломанной, про то, что искусственные нейронные сети абсолютно не такие, как естественные. там нет обратного распространения ошибки, они спайковые. Я могу приводить еще целый список. Какого черта оказывается, что в больших искусственных нейронных сетях появляется это свойство когнитивности, распознавания концепций, на которые не учат эту систему, эмерджентная, которые есть в естественных нейронных сетях, работающих совершенно на другой мишине риф. Я назвал лекцию «Искусственный интеллект для мозга». Вот здесь часть была, я немножко перестроил под влиянием лекции Петра Олеговича, но была часть, которая рассказывает, как искусственный интеллект помогает работать, вскрывая принципы работы мозга. Это опыты, где у обезьяны регистрируется нейрон из коры, зрительной коры, а ей показывают генерированные искусственной нейронной сетью на экран различные изображения. И смысл такой же, как в эксперименте OpenAI, максимизация ответа. добиться таких изображений в цикле постоянной генерации, которые будут вызывать максимальную активацию этого нейрона, чтобы понять, что он чувствует, что он знает этот нейрон где-то очень глубоко. И вот, какие картинки получаются в этих изображениях. это, например, картинки нейронов, распознающих лица. Лица чаще всего экспериментаторов. Экспериментаторы носят маски, поэтому вы можете видеть вот здесь какие-то странные маски на лицах. Или, может быть, лица гибридные с лицами других обезьян, потому что эта обезьяна сидит в аварии, в клетках, рядом с другими обезьянами. Там есть нейроны, которые распознают не только лица, это важная концепция для наших социальных существ и обезьян, но и другие важные предметы. Например, у одной из обезьян, с которой данная экспериментальная обезьяна очень стремилась общаться, на шее был красный ошейник. И вот, не знаю, здесь или нет, часть нейронов у этой обезьяны больше всего активируется на искусственно сгенерированном изображении, где есть красная полоса на чем-то, то есть, в общем, на красный ошейник, а другие нейроны активируются на другую значимую вещь. Чоппер, можно разглядеть такую рубильную установку, в которой служитель рубит капусту, которая дает в качестве еды обезьяне. Еще одна вещь, чтобы подчеркнуть значимость этого. В октябре вышла работа Без Груни и Макса Тегмарта из MIT, показывающая, что в глубоких нейронных сетях, в трансформерах, в языковых моделях больших, они использовали ляму, возникают представления о таких абстрактных вещах, как пространство и время. Наш мозг кодирует пространство, это непременный компонент нашего положения в мире, и возникли системы самых разных организмов, в том числе у млекопитающих, специализированные на кодировании пространства. В 2014 году замечательный английский нейрофизиолог Джон Акиф и его двое бывших учеников Мейбрид Мозер и Эдвард Мозер из Нордигии получили за раскрытие механизмов нейронных работы таких систем мозги Нобелевскую премию. Как это работает? Вот идет крыса. Она идет по лабиринту такому приподнятому над полом, где она уже много раз ходила, она знает, и у нее регистрируют активность нейронов, вот этот провод, который там много электродов. Каждый нейрон разряжается, когда щелкает, помечен своим цветом. и вы видите, что в определенных местах этого пространства работают специализированные нейроны. Специализированные для этого настолько точно, что если вы возьмете карту активности этих нейронов, не зная ничего о пространстве, где находится крыса, вы сможете восстановить, где она находится. Более того, сегодня мы можем даже восстановить, что она делает в этом месте, а не просто где находится. но это другая история. Они получили название нейронов места. Это такое рецептивное поле этого нейрона. Каждый раз, когда крыса проходит, один раз она начала вот так, а это разряды красной клетки, а другой раз она ходила вот так. Каждый раз, когда она заходит сюда, этот нейрон работает. Можно взять ее руками и принести над этим местом, и этот нейрон начнет стучать в это время. можно взять и ориентиры вокруг этого пространства повернуть на 31 градус. Вся карта таких нейронов сдвинется на 31 градус, она в голове. Эти нейроны работают не только во время поведения. Когда животное думает, оно пробегает, например, вот в таком треке и получает какое-то подкрепление в шоколадный кекс, который она очень любит, насидит, и в тот момент, когда она сидит, ничего не делает, начинают проигрываться паттерны нейронов того, как она бежала. Кроме того, эти нейроны участвуют в планировании принятия решений. Вот здесь показаны, а можно щелкнуть, запустить на видео? Здесь показана работа нейронов крысы, она вот в таком сложном лабиринте. Смотрите, она достигла бифуркации, она не знает, куда пойти. Сюда она раньше ходила или сюда, тут где-то есть корм. Нейроны, которые раньше работали, прежде чем она сидит и немножко головой, может быть, даже вот так двигает. Нейроны, которые были нейронами места, они забегают то в одну сторону начинают работать, как бы планируя действия, то в другую, пока она не принимает решения и не идет в какую-то сторону. То же самое нет времени. У нас есть нейроны места. Не только у крыс, как вот здесь показано, но также в нашем с вами мозге, гиппокампе, которые позволяют независимо от всех остальных свойств помнить время. теперь переходя к этой статье, авторы показали, что в большой языковой модели, которая училась, ну, понятно, на все языковые вещи, на Ляма-2, эмерджентно возникают карты. они проверили карты целого мира, то есть всей земли, карта США, еще карта Нью-Йорка. И возникают нейроны, которые позволяют классифицировать то, что происходит в тексте, не только где это находится, но и в какое время. Например, оценивая, когда речь идет о каких-то фигурах, персоналиях, они способны оценить время рождения и смерти их, или время появления того или иного произведения искусства, или публикации тех или иных данных новостях. И вот здесь показано, что это делают отдельные нейроны, специализирующиеся внутри глубокой языковой модели. Это, например, нейрон восточного побережья США, и он распознает вещи в тексте, которые касаются положения этого. Это нейрон, специализирующийся на произведениях искусства после 2000-го года, это нейрон на исторические фигуры и так далее. Никто не учил модель на эти категории. Она начинает ими пользоваться. Почему теперь еще последний уже подхожу к концу, вещь эта важна. Это данные из нейробиологии. Что они показывают, что мы можем управлять работой целого организма, всего существа, влияя на управляя работой таких специализированных нарунов. Это специальный метод оптогенетики, когда в клетки вживляются гены фоточувствительных ионных каналов. Если посвятить на всю ткань, то только в тех клетках, куда мы вживили, можно вызвать деполяризацию и они начнут разряжаться. Если это когнитивно специализированные нейроны, мы можем из всей коры головного мозга участка выловить только те, которые специализировались на чем-то. И в результате можно щелкнуть на видео. Вот здесь мы мышки вживили оптические волокна в нейроны моторной коры определенного полушария. Каждый раз, когда мы включаем свет и светим на эти нейроны, мышка начинает ходить, причем ходить против часовой стрелки. Выключаем свет, она ничего не делает. Включаем, вот вы видите, светится. Возбуждаются эти нейроны, мы управляем поведением и так далее. Можно вызвать искусственные галлюцинации у животных, иначе говоря, стимулируя клетки, отвечающие за определенные зрительные категории образа, можно сделать так, что животное будет думать, что оно реально видит эти образы и действует исходя из того, что оно делает. Вот одна из работ, которые были сделаны в этой области. Комментаторы, авторы пишут, что мы только к вопросу сложности понимания, пока скребем только по поверхности того, что происходит. Но что важно, что вмешиваясь в работу естественной нейроны, теперь смотрите параллель, мы можем изменять и управлять ее поведением. Теперь, что важно в работе OpenAI, что я оставил напоследок. Они пишут в этом релизе и в статье. Как и в случае с аналогичными моделями, наша модель может использоваться для генерации текста. В отличие от этих моделей, у нас есть прямой набор для управления настроением результирующего текста через этот нейрон. Мы просто перезаписываем значение этого нейрона отношения. Иначе говоря, выявляя такого рода категориальные клетки и меняя их значение, мы можем настраивать сеть селективно на огромное количество вещей, на которые она не тренировалась. Почему последнее это важно? Потому что острая тема последнего года обсуждения в искусственном интеллекте это искусственное сознание. вот доклад Дэвида Чаумерса на нейро ИПС в прошлом году. Могут ли большие языковые модели иметь сознание? Он разбирает набор критериев почему могут, почему не могут. но два основных вывода вызова challenges мы не понимаем что такое сознание сегодня и мы не понимаем что происходит внутри больших языковых моделей в их соответственно необходимы более глубокие научные исследования и теории сознания и большая объяснимость прозрачного искусственного интеллекта и вот среди разных писем которые были подписаны коллективами мы вчера вечером обсуждали часть из них последние месяцы есть например вот такая ассоциация математических исследований сознания она опубликовала письмо о ответственном развитии искусственного интеллекта который требует сегодня исследований уже не в области интеллекта а в области сознания и вот в конце августа вышла такая работа о критериях того как мы можем определить исходя из нейронаушных не поведенческих не тест тюринга а заглядывая внутрь системы и зная теории которые говорят как внутри системы устроен должно быть нейробиологически если она обладает сознаниями какими критериями мы можем пользоваться для того чтобы определить есть у системы искусственного интеллекта некоторые зачатки сознания или нет авторы так же как и челмерс приходят к выводу что сегодня у больших языковых моделей или у каких-то других систем по этим критериям сознания нет но и те и другие а здесь бенджо например среди других авторов говорят что нет принципиального запрета чтобы это возникло похоже что это требует вот это новое состояние дел в области развития искусственного интеллекта и то что даже следующие поколения не будут продолжением этих больших языковых моделей возникнет что-то новое и я перечислил набор того что знает наэронаука требует постоянных поисков и контактов этого принципиально нового произойдет что-то другое еще вот мы год назад я проводил школу где физика математическая и нейробиологическая тут половина ребят физики математики половина нейробиологи мы разбирали вот эти вопросы еще до того как появились эти статьи про эмержентные свойства спасибо большое спасибо за очень такой насыщенный информационный доклад если разрешите у меня два вопроса по первой части один вопрос а второй вопрос по второй части вот первой части вы совершенно справедливо сказали показали что современные компьютерные технологии с точки зрения возможности реализации нейронных сетей ну естественных нейронных сетей это путь никуда совершенно по-другому обрабатывается информацией и двоичного кода явно для этого недостаточно вы привели пример что можно еще кодировать там цветом да вот эту информацию потом за счет диффузии по первому направлению в рамках национального центра физики и математики мы пытаемся создать так называемые фотонные компьютеры где информация передается именно пучками света причем этот свет может быть разного цвета то есть он может диффузировать то есть спектр света можно менять как вы считаете вот такого типа компьютеры может быть является более такой перспективной базой с точки зрения реализации таких вот прототипов естественных сетей да я с вами целиком согласен более того вот когда мы создавали в МГУ опорные лаборатории это было мое предложение то идея была создать три лаборатории первая нейронного интеллекта вторая фотонного интеллекта третья квантового интеллекта это вещи которых надо искать мы с Альфаном Михайловичем об этом много говорили единственное что я бы добавил еще что если это все будет заканчиваться перемножение матрицы на матрицу и только для этого это ускорит конечно многие вещи но я бы искал еще и другие применения но это просто технология которую можно развить под другие применения то есть если мы научимся делать хотя бы первый шаг перемножение вектора на матрицу или матрица на матрицу дальше уже хорошо и второй вопрос чтобы не затягивать время повод эмерджентности ну как известно сейчас всемирной сети подключено там уже десятки миллиардов различных гаджетов компьютеров и в общем-то уже число этих гаджетов и компьютеров сопоставимо числом нейронов мозга человека то есть это 80 миллиардов известно ну и вот последнее время как мы все знаем мир начинает сходить с ума в различных аспектах а как вы считаете вот это не есть вот это признаки вот этой эмерджентности которые вот это вот эта сложная система начинает перестраивать весь мир под себя меняя как бы его структуру я думаю что явно в этих сложностях играет эффект что мир большой мир восьмимиллиардный стал сильно взаимосвязанным то есть вот мы многие из нас специалисты почему я показывал Суцкивера потому что у него была определенная философия в течение последних там семи-восьми лет и многие из нас в том числе и я но так скептически если не плевались то скептически относились к этому и философия была что если просто наращивать объем систему размерность и количество данных то в ней будут появляться такого рода свойства и было много аргументов которые я приводил что ну это не серьезно должно быть что-то другое но вот данные с большими языковыми моделями показывают что это так я думаю что то что мир стал опутан большим количеством связей причем связей малого мира то есть когда один агент способен через несколько ходов достичь другого где-то совершенно другой точки земного шара это точно влияет на системную динамику есть ли там что-то еще помимо этого ну тут не знаю наверное еще есть человеческие мотивы а можно еще молодым давать по очереди хотя бы микрофон мне кажется важным следующие например раз вы несомненно хорошо знаете что в искусственном интеллекте много лет пытаются так или иначе подходить или пытаются решать проблему ассоциации интуиции инсайт ну они и связаны и в общем связаны до определенной степени вот в вашей ну вашей концепции которые вы в первой части изложили и которые вы во второй части накладывали на искусственный интеллект как вы это можете прокомментировать где и как вы видите это место и такое впечатление что можно по-другому подойти к решению этих вопросов в искусственном интеллекте сессии операции на вашу первую часть спасибо большое за этот вопрос он меня очень интересует я не говорил о своих представлениях в этой лекции у меня есть теория мозга которая говорит что мозг это совершенно не то что мы себе представляем структурно и операционально мы думаем что мы знаем что такое мозг принципиально это огромное это во первых биологический орган такой же как сердце почки там и так далее лежит на столе анатома с другой стороны внутри это огромная нейронная сеть вот тезис моей теории главное содержание что мозг это не нейронная сеть это нейронная гиперсеть которая имеет совершенно другие принципы организации и важно для вашего вопроса совершенно другие законы динамики и потоки информации ассоциации другая другое название этой теории это теория когнитома потому что она говорит что так же как все биологические существа обладают геномом все когнитивные существа обладают структурой внутри нервной системы которая называется когнитом это гиперсетевая структура когда она развивается она развивается отчасти эмбрионально отчасти в значительной степени за счет приобретения знаний обучения то в ней формируются группы клеток начинающие в частности теперь для вашего вопроса работать как кротовые норы это означает что из-за того что в мозге пластичном и с глубокими слоями перекрещиваются в течение жизни на одних и тех же клетках совершенно разные виды деятельности то есть она специализируется и относительно халиберри она может еще специализироваться относительно апельсина или детской пожарной машины которой ребенок играл в детстве то когда вот я говорил про память я говорил там про автоассоциативность и способность это называется паттерн комплишен извлекать систему по работе одного элемента то когда в какой-то момент в этой сочной из специализированных таких когнитивных групп сети какие-то из них активируются то из-за того что они активировались в текущем моментом но они являются частями команд которые были вчера позавчера месяц назад год назад 15 лет назад в моем раннем детстве она начинает шевелить и эти ансамбли и эти следы причем это происходит одномоментно то есть в этой в этом туннеле в этом туннелировании не течет время оно первое это нелинейно то есть вот не возбуждение а это перескакивает через разные времена и это происходит моментально извлекаются из памяти очень многие ассоциации и это показывает почему многие физики математики задумывавшиеся над этим процессом говорили что математическое физическое научное мышление нелинейно не алгоритмично оно следует логике линейной если а то б и так далее но очень часто есть провалы в эти кротовые норы которые вываливают совершенно другие ассоциации новые идеи образы и так далее так давайте тогда в шахматном порядке слушатели Ирина Деева университета ТМО огромное спасибо за такой интересный доклад вопрос следующий переход на разные уровни эмерджентности можно ли их сформулировать как задачу оптимизации когда мы оптимизируем какой-то набор функций или какую-то одну вселенскую функцию или же это абсолютно стахастика это знаете что эти переходы они же ведь исторические переходы то есть в той системе которая являемся мы с вами мы физические и химические и биологические и когнитивные поверх этого социальные важно как они складывались и здесь важно то что рассказывал про эти процессы Петр Олегович что как это получалось получается что в какие-то периоды развития системы например из индивидуальных организмов появляется социум для решения какой-то задачи начинают объединяться отдельные элементы этой системы образующие некую команду она начинает соотносить их с внешней задачей через их совместную деятельность потом другую потом другую появляется конгломерат это можно сказать не про людей а про клеток биологический как одноклеточные организмы формируют многоклеточные для того чтобы преодолеть какие-то задачи неблагоприятные температурные условия и так далее появляется эта оптимизация в том смысле что каждый из членов этой популяции оптимизирует свою функцию за счет кооперации с другими но потом это фиксируется вот это важный момент который я сказал что неизвестно в обычном эмерджентизме что эти клетки становятся теперь не просто одноклеточными существами какими они были они приобретают новые свойства и нейроны которые я показывал в нашем мозге и как ни странно в искусственных нейронных сетях становятся не просто физическими элементами или физиологическими элементами передающими возбуждение выделяющими нейромедиатор они начинают быть элементами кодирующими функционал причинно-действенной потенциал целой системы а вот сзади там еще молодой человек маленький вопрос вы говорили о теории мозга а теории начинаются с некоторых абстракций вы рассказали об абстракции мерджентности а правильно я понял что существует супервентное отношение между возбуждением нейрона и когнитивными ситуациями можно так сказать ну надо объяснять термин супервентности во-первых это философский термин который означает что если вы зафиксируете все свойства нижнего уровня то свойства верхнего уровня будут тоже зафиксированы иначе говоря существует полное соответствие в этом смысле когнитивная специализация нейрона дает такую супервентность то есть она физиологическая и вы можете дальше опускаться химическая физическая хотя специфика теряется конечно чем глубже в уровне уходит тем менее интересно это как облако частицы рассматривать и вместе с этим это причинно действенный элемент целого организма когнитивного но я хочу сказать другую важную вещь которую я ввожу в своей теории что кроме концепции супервентности которую вы упомянули в эмержентности или в диалектическом материализме есть тезис суперцедентности который говорит следующее что более высокие уровни каузально вытесняют более низкие иначе говоря система неправильно сказать что я физическая система или я химическая система система существует сущность системы это ее каузальный потенциал как на нее можно воздействовать и на что она способна воздействовать на своем максимуме существования и когда появляется такой максимум существования то это и есть чем является система то есть биологическая система имеет химические и физические уровни более того она может в каких-то ситуациях на нее можно воздействовать через эти химические и физические факторы но по своей сущности по своему максимальному потенциалу она имеет биологическую природу у нее есть свои биологические потребности и так далее когнитивная система перестает быть просто биологическая социальная когнитивная система перестает быть просто психологической. Спасибо. Давайте мы примем еще один вопрос от слушателей и потом Семен Красоткин и Пулу. Позвольте два вопроса. Первый вопрос. Один вопрос. Я отвечу на второй вопрос. Есть кластеризация внутри нейронов и внутри центроидов этих формируются какие-то признаки, которые способны узнавать новую информацию, на которой ее не обучили. Но вопрос другой. Как правильно поставить задачу? Задача в том, почему такие кластеры возникают или почему в результате кластеризации возникают какие-то новые признаки? То есть вопрос, как правильно ставить вопрос? Первое. Да, возникает кластеризация. Есть другие термины для этого. Они все в одном же. Кластеризация или сегрегация или порцеляция. То есть выделение внутри системы с разными элементами групп. Как правило, это не один нейрон. Если бы был один нейрон, мы бы никогда не нашли Нейрон Халли Берри или Билла Клинтона или Владимира Путина. Их миллионы для значимых вещей. Значит, они образуют кластер. Два вопроса, которые вы сказали, оба существуют. Первое. Почему это происходит? Какие факторы для этого нужны? Нужна теория. Потому что мы видим искусственную нейронную сеть, не похожую на биологическую и биологическую. И мы видим схожие феномены. Значит, нужно найти ядро абстрактное, которое общее у них. Мой тезис в гиперсетевой теории. Там есть два других принципа. Но за это отвечают то, что эти нейроны должны быть в глубоких уровнях. И на них происходит конвергенция сигналов от предобработки всех промежуточных уровней и еще у человека от тела и так далее. Которые, иначе говоря, то, что они слышат и видят, как свой пресинаптический приток, это очень абстрактные вещи, которые достигли уже другие нейроны. Слуховые, зрительные, которые вначале видели только полосы и углы, например, в первичной зрительной корее. Потом к ним прибавились цвета, потом прибавились формы и так далее, и так далее. Это дошло до глубоких нейронов, когда мы можем распознать контуры лица. Нас интересует и почему, и как. Спасибо. Давайте тогда поблагодарим Сокровенча. До встречи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...